Детство без насилия. В Петрикове прошел областной межведомственный форум. Килограмм альфа-ПВП, закладки и спайсы. Правоохранители изобличили республиканскую сеть наркоторговцев и арестовали 20 человек. Минов песочницы. Откуда взялся снаряд на детской площадке? Не переключайтесь, впереди только главные происшествия недели. В Петрикове прошел областной межведомственный форум «Детство без насилия». Обсудить основные проблемы в реализации прав детей пригласили представители органов власти, сотрудников прокуратуры, Следственного комитета, милиции. А также представители общественных организаций, православной церкви и средств массовой информации. Тема насилия над детьми является актуальной для всех стран мира, причем решить ее полностью пока не получается нигде, что вовсе не значит, что заниматься ее бессмысленно. Тем более, что реальная ситуация хорошо известна. Согласно последним анонимным опросам, проведенным кафедрой психологии Гомельского государственного университета, более 18% школьников сталкивались с семейным насилием. От физического до психологического, что приводит в том числе к смертельным случаям. В 2015 году по вине родителей погибли двое несовершеннолетних. Еще двое в прошлом году. Проблема, которой на форуме уделили особое внимание – сексуальное насилие со стороны родителей. У нас, к сожалению, таких примеров в области немало, когда отцы насилуют своих детей, когда отчимы совершают насильственные действия в отношении детей. То есть проблем очень много. Сегодня серьезной проблемой является влияние интернета на суицидальное поведение детей, когда дети вступают в группы смерти, такие как Синий Кит, Тихий Дом. В Гомельской области в социально опасном положении находятся около 4,5 тысяч несовершеннолетних. Суициды, инвалидности и сломанные судьбы. Недоработки в профилактике домашнего насилия имеют последствия. Кроме того, пренебрежение потребностями детей иногда приводит к тому, что они начинают приступать к закону и оказываются в учреждениях закрытого типа. Больше внимания необходимо уделять и профилактической работе. Причем межведомственное взаимодействие должно быть более тесным. Ведь такие примеры на Гомельщине есть. Дети, которые подвигаются насилию со стороны взрослых, они направляются УВД к нашим психологам и проходят комплекс мер с этими детьми. Мы оказываем помощь медицинского характера, материальную помощь в виде продуктов питания, одеждой. И, конечно же, помогаем органам следствия для раскрытия данных преступлений. Областной межведомственный форум «Детство без насилия» завершился принятием обращения к жителям Гомельской области. Дети любого возраста нуждаются в поддержке и желают слышать «Я тобой горжусь, я тебя люблю». Наши дети смотрят на нас и надеются, что в наших душах есть место для них, их чувств и переживаний. Сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговли людьми органам внутренних дел Беларуси в различных регионах республики провели операцию по задержанию представителей криминальной структуры, обеспечивавших работу интернет-площадки по продаже спайсов. В списке арестованных более 20 человек. Значительная часть задержанных – представители нашей области. Правоохранители в результате длительной оперативной разработки реализовали серию спецмероприятий по ликвидации обширной сети сбытчиков психотропных веществ. Задержания проводились на территории нашей области, на Могилёвщине, Витебщине, а также в Минске и Минской области. Количество изъятых наркотиков и психотропов, которые благодаря работе оперативников так и не попали к конечному потребителю, исчисляется килограммами. Только на территории Гомельской области было арестовано 6 розничных курьеров интернет-магазина по продаже наркотических средств и двое потребителей. Задержанные являются жителями различных городов, среди которых Гомель, Речица, Могилёв, Жлобин, а также одной из деревень Светлогорского района. Преступная группировка торговала амфетамином, гашишем и альфа-ПВП. Экспертизы по наркотикам проводились как в столице, так и в нашем областном центре. Сотрудниками нашего отдела был проведен ряд неотложных экспертиз, согласно выводам которых представленное вещество являлось опасным наркотическим средством, неиспользуемым в медицинских целях, гашишем. Известно, что задержанные действовали под руководством организаторов интернет-магазинов по сбыту психотропных веществ, управляемых из-за пределов Республики Беларусь. На данный момент арестованы представители белорусского костяка криминальной структуры, начиная с ключевых звеньев, оптовых поставщиков товара в нашу страну, заканчивая посредниками, ответственными за конкретные регионы, мелкими дилерами и менеджерами среднего звена, закладчиками. В связи с задержанием активных представителей криминальной структуры по продаже наркотиков в сети интернет, деятельность интернет-магазина приостановлена. В настоящее время правоохранительственными органами проводится комплекс дополнительных оперативно-ростных мероприятий с целью выявления, пресечения и документирования преступной деятельности интернет-магазина по продаже наркотиков. За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также попытку совершить данное преступление заведено несколько уголовных дел. В продолжение темы. В Жлобине правоохранители помешали состояться дурман-вечеринки и задержали одного из ее участников за охранение марихуаны. Оперативники накрыли сходку любителей травки в окрестностях райцентра. Тайник с марихуаной находился в лесу. Правда, получить удовольствие компания так и не успела. Примечательно, что большинству из организаторов вечеринки за 50. В процессе дальнейших обысков у одного из участников наркотического действия было обнаружено три коробки с марихуаной. Они хранились на даче подозреваемого. Как оказалось, 51-летний жлобинчанин нигде не работал. Ранее за мошенничество привлекался к уголовной ответственности. В ходе проведения оперативно-радостных мероприятий житель города Жлобина был задержан. При обыске в гараже было обнаружено 77 грамм марихуаны. В последующем были проведены обыска по месту жительства и в других законных владениях задержанного, в результате чего нами было изъято более 3 килограмм наркотического средства марихуана. Эксперты сейчас проводят исследования вещества растительного происхождения. Нет сомнений, что им окажется марихуана. Как признался задержанный, он изготовил её из конопли, которую вырастил на собственном приусадебном участке. За незаконное хранение дурмана ему грозит до 10 лет лишения свободы. За прошедшую неделю на дорогах области произошло сразу несколько крупных ДТП, в которых погибли люди. Коротко о каждом из них, а также об основных причинах трагедии на дорогах в материале наших корреспондентов. 19 мая около 11 утра в Ветковском районе 42-летний водитель Ауди А4 ехал по улице Советской в деревне Великие Немки со стороны казацких болцунов в направлении деревни Светиловичи. При обгоне не справился с управлением, съехал на обочину, в результате чего неоднократно перевернулся. Данный водитель скончался в больнице скорой помощи. Предварительно отрез, взяты биологические объекты. В Октябрьском районе утром 21 мая на трассе Октябрьский-Булков в деревне Старая Дуброва погибла пассажирка, ехавшая в кузове грузового Мерседес-Бенц 208. Водитель Volkswagen Transporter на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с самодельным молоковозом. В результате происшествия 62-летняя пассажирка Мерседес, мать водителя от полученных травм, умерла на месте. Водитель, а также 42-летний и 36-летний пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения и с сотрясением головного мозга, закрытыми черепно-мозговыми травмами, ушибами грудной клетки и другими повреждениями, были госпитализированы в хирургическое отделение Октябрьской ЦРБ. Причина послужила на закруглении дороги. Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Мерседес-Бенц. В понедельник, 22 мая, примерно в 12.50, в Речице по улице Светлогорское шоссе в ДТП погиб мотоциклист. Оба транспортных средства, участвовавших в аварии, ехали в направлении улицы Чапаева районного центра. 28-летний водитель Peugeot 307 собирался поворачивать налево, для этого снизил скорость и включил левый указатель поворота и стал совершать манёвр. С его слов, препятствий на дороге он не видел. Однако уже через секунду почувствовал сильный удар слева. Хонда врезалась в дверь автомобиля. Эксперты встречаются с такой ситуацией не впервые. Одним из наиболее распространённых видов ДТП с участием мотоциклистов является обгон на перекрёстке. Когда автомобиль совершает манёвр поворота налево, в это время мотоциклист на высокой скорости совершает обгон этого транспортного средства. В результате происходит столкновение, в ходе которого, как правило, мотоциклист получает серьёзные травмы вплоть до летального исхода. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства аварии предстоит выяснить следователям. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель Пежо и очевидцы происшествия дают показания. Житель деревни Грабовка Гомельского района ездил на чужом авто, пользовался чужими водительскими правами и жил по паспорту советского образца, пока случайно не попался сотрудникам правоохранительных органов. Автомобиль ВАЗ-21 был остановлен для проверки документов сотрудниками Гомельского РУВД недалеко от деревни Грабовка. При проверке гражданин предъявил водительское удостоверение, которое, как оказалось, было просрочено. Выяснилось, что вместо него давно было выдано новое. Однако впоследствии оказалось, что и этот устаревший документ гражданину не принадлежит. 6 мая в отношении 56-летнего жителя Гомельского района было возбуждено уголовное дело по части 380, это подделка документов. Данному гражданину сейчас по данной статье грозит до двух лет лишения свободы. Как позже выяснилось, мужчина был судим в Российской Федерации, а автомобиль принадлежит совершенно другому человеку. В сети набирает популярность видео, на котором можно наблюдать, как голый мужчина прогуливается по улице Советской областного центра. Пешехода, который вышел в люди, как говорится, в чем мать родила, запечатлел один из прохожих. Обнаженный мужчина шел со стороны улицы Коммунаров в сторону улицы Крестьянской. Впрочем, видно, что мужчина не стеснялся своего откровенного облика и уверенно чувствовал себя среди прохожих. В результате принятых мер сотрудниками органов внутренних дел данный гражданин был задержан. Им оказался молодой человек 1997 года рождения, уроженец города Гомеля, который в настоящее время задержан. Хотелось бы отметить, что за явное пренебрежение к нормам общественного порядка предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь. В соответствии со статьей 339 частью 1 предусмотрен штраф, либо общественные работы, либо ограничение свободы до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет. В Светлогорске в детской песочнице нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. 50-миллиметровая мина была обнаружена в районе дома номер 22 по улице Ленина. Сотрудники коммунального предприятия «Светоч» в этот день проводили развоз песка по детским дворовым площадкам и обнаружили снаряд при выгрузке. Коммунальники немедленно вызвали экстренные службы. До приезда саперно-пиротехнической группы детская площадка была оцеплена. На месте происшествия дежурила милиция. Позже стало известно, что песок был привезен из карьера, расположенного в районе деревни Страковичи. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто». И берегите тех, кто вам дорог. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова